В силовые органы вернулся Мелис Тургамбаев, бывший глава ГУВД, бывший министр внутренних дел, спортсмен, бронзовый медалист чемпионата мира по борьбе среди ветеранов, возглавил госслужбу исполнения наказаний. В народе он известен как Мелис Байке, благодаря сотруднице банка Назик Чодроновой, которую пытались задержать за нарушение ПДД. Его также обвиняли в рейдерстве. Некая гражданка Халима Карабаева говорила, что он захватил бизнес ее сына, а известный журналист Турат Акимов по сей день считает, что нападение на него заказал сам Тургамбаев. Естественно, глава ГСИИН все эти обвинения опровергает. Из небытия вернули у Мурбека Суваналиева, известного как Катане. У него довольно длинный послужной список, львиной доли из которых он отдал правоохранительным органам. Но самое примечательное, что во многих случаях он не задерживался на должности больше года. В 1998 году Суваналиев покинул пост управления нацбезопасности, протестуя против решения властей закрыть дело по контрабанде оружия и боеприпасов. В июле 2005 года ушел в отставку с поста главы ГУВД Бишкека, не согласившись с политикой Хурманбека Бакиева. Впрочем, позже он не отказался от должности заместителя министра внутренних дел и даже успел поработать в администрации президента Бакиева. При нем же Суваналиев стал губернатором на Рынской области. После апрельской революции Хрынский Катане посвятил себя политике. В разное время организуя разные союзы с разными оппозиционерами. Но не всегда эффективно. Так в 2013 году Суваналиева в Таласе на митинге против власти Атамбаева освистали и отказались поддерживать. По мнению экспертов, заместителем секретаря Совета Безопасности Суваналиева назначили с этой же целью – потопить политических оппонентов уже новой власти. Произошла рокировка и правоохранительных органах. Аж целых три крупных назначения. В Бишкеке новый глава ГУВД. Старого отправили возглавлять другое подразделение. Даже главный штаб МВД обзавелся новым руководителем. В ГУВД начальником назначили Ханата Джумагазиева. В 2016 году он уже занимал эту должность, пока его не отправили возглавлять ГУВДД. Откуда он и вернулся. Предыдущего начальника столбика Рахманова по различной информации собирались уволить. Сам министр внутренних дел еще 5 февраля сообщал, что еще думает. Однако вместо отставки Рахманов получил новое кресло – главы управления госзащиты свидетелей, который возглавлял столбик Куренкеев. Теперь у него новая должность – начальник главного штаба МВД. Куда дели старого руководителя штаба – неизвестно. Сегодня наступает время практических действий. Поэтому руководителями ключевых подразделений Центрального аппарата и ГУВД Бишкека назначены люди, которые известны как профессионалы своего дела. Вновь назначенные руководители смогут посмотреть на сложившуюся ситуацию свежим взглядом, увидеть проблемы и наметить пути решения. Однако эксперты сомневаются в старых, новых кадрах. По их словам, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Многие из них уже занимали высокие должности. А эффективность работы правоохранительных или силовых органов в целом так и не повысилась. Марат Ахматов, Дмитрий Толстогузов, Рустам Раймеков. Телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова